На мягких лапах сквозь века. Так называется выставка, которая недавно открылась в музее-заповеднике Херсонес-Таврический. Со специалистом по учету музейных предметов Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес-Таврический Элиной Алиевой и специалистом по экспозиционно-выставочной работе Анны Катаевой в эфире программы «В контексте». Говорим о ней, а также о других экспозициях, которые заинтересуют севастопольцев и гостей города. Здравствуйте, дорогие гости. Без кота и жизнь не та. Когда-то решили наши предки, приручили кошек. И, собственно говоря, с какими сведениями из вот этого общения многовекового узнают из этой выставки севастопольцы и гости города? Расскажите, пожалуйста. Я думаю, в первую очередь жители города, посетившие эту выставку, познакомятся с тем, кем были кошачьи для древних греков и для жителей этого древнего города в средние века. С самых древнейших времен лев, пантеры и мифические грифоны, которые представлены на этой выставке, они являлись символами защиты. Поэтому всячески древние греки пытались изобразить их на различных предметах своего быта, на украшениях. И также их восстанавливали в качестве скульптуры при входе в здания или же в города. Хотелось бы отметить интересные предметы, которые представлены на этой выставке. Например, блюдо поливное с изображением улыбающегося льва. На самом деле, в то время уже не так часто могли видеть львов живую мастера, и его улыбка выглядит абсолютно как человеческое. Мы же с вами понимаем, что животные такого произвести не могут. Еще интересно то, что в древности греки не знали, как выглядят самки этих видов, поэтому они их изображали с гривами, похожими на львов, только своеобразными особенностями. Также можно будет увидеть интересные скульптуры, точнее фрагменты скульптур, и краснофигурную посуду с изображением пантер. Все эти животные в древности являлись также символами различных божеств. И вот, допустим, самый знаменитый лев, он был символом полубога Геракла и богини, великой матери богов Кибелы. Их изображали постоянно вместе с этими животными. Пантера была символом Диониса, и это можно будет увидеть на выставке. Небольшие изображения пантеры на терракотовых статуэточках или же краснофигурной посуде. То есть это все в фондах музея, вот эти вот экспонаты, которые там представлены на этой выставке, это все из фондов музея? Все это хранится в фондах музея. Сама выставка, она назревала очень много лет. Хотели открыть выставку, посвященную бестиарию, о животных, представленных на предметах в фондах, очень много. Но была подана такая идея, что нужно сделать выставку по кошкам. Кошек у нас в Херсеносе достаточно, их все любят. Многие скрывают, конечно, что любят этих пушистых существ, но в глубине души они, конечно, их обожают, я думаю. И выставка была запланирована примерно месяца два тому назад. Фонды начали работать по подбору предметов. Мы обрабатывали всю учетную документацию, которая у нас имеется, на предмет поиска именно этих изображений. Было найдено где-то более 70 предметов, и их можно будет увидеть на выставке. Анна, расскажите о вашем участии в подготовке вот этой выставки, посвященной кошкам. Да, сначала вообще планировалась у нас фото-выставка. Фото-выставка современных котов Херсонеса, которые сейчас бы ранее жили в Херсонесе. И все фотографии, которые мы отобрали, они были сделаны сотрудниками в самом музее. Но чуть позже фонды предложили свою помощь, и мы начали собирать и предметы тоже к выставке. Кошки, наверное, это такие хранители домашнего очага, да? Действительно охраняют от всяких мышей, грызунов, разных непрошенных гостей. Насколько они полезны, собственно говоря, для Херсонеса? У нас в музее есть архив, есть те же фонды, и кошки, естественно, защищают всеразличных мышек, нарушек. Такая надежная защита от разных непрошенных гостей. Скажите, пожалуйста, выставка, кошкам посвященная, конечно, все экспонаты, многие, терракоты, они старинные, древние. Какие самые редкие, может быть, из этих экземпляров, из этих экспонатов, на ваш взгляд, какие самые, может быть, старые? Наиболее старые предметы, представленные на выставке, одни, относятся к первой половине IV века до Новой Эры. Это фрагменты краснофигурных сосудов, на которых изображены кошачьи. Самые ранние, скажем так, представленные, это часть скульптуры «Мордочка льва», которая датируется XII-XIV веком Новой Эры. Улыбающийся лев, о котором я упоминала, вот на наш взгляд, он такой единственный, по крайней мере, который видели мы. Еще очень хотелось бы отметить интересные вещи, например, плинфа с отпечатками лапы кошки. Обязательно перед тем, как отправить на обжиг кирпичик небольшой, его формовали и оставляли высыхать на солнце, чтобы вся лишняя влага ушла. И какая-то кошка, в прямом смысле этого слова, оставила свой след в истории. Эта плинфа, она XIII века Новой Эры, и вот до наших дней она дошла в небольшом лишь фрагменте, где есть отпечаточек кошки. Ну да, ну в общем-то и нам тоже есть чего оставить в этом плане потомкам, потому что на бетонных плитах бывают отпечатки кошек. Есть такая традиция, да, практически всегда у всех желание оставить свой след. Вот если немножко вернуться к началу нашей беседы, то вы упоминали выставку, посвященную бестиарию, да, вот расскажите о ней, пожалуйста, что задумывается? Наверное, же она когда-то увидит свет. Мы очень надеемся, что да, мы подготовим эту выставку, потому что на наших предметах представлены различные животные. Это и птицы, и хищные, и животные, фауны растительные. Очень интересно будет посмотреть, и предметов правда очень много, они безумно интересны. И когда-нибудь, я надеюсь, мы это запланируем. Людям будет интересно, как видели в древности животных, какие они были и какие бытовали в то время. Потому что вот в наше время уже многих животных здесь просто-напросто нет, которые были в те далекие времена. Ну, время наше в эфире ограничено, но все же таки интересно, как строится сам вот этот творческий процесс? Анна, вот я хочу вам этот вопрос задать. Каким образом рождается идея создания той или иной выставки? Все выставки рождаются внутри коллектива Херсона-Составического. Кто-то предлагает идею, и мы потом раскручиваем ее, конечно же. Предлагается сначала, если фото-выставка, то сбор материала по фотоматериалам. Если это уже более чем фото-выставка, то мы, конечно, собираем уже предметы. Всячески пытаемся их обыграть, потому что когда предмет просто лежит в витрине, это не очень, можно сказать, интересно. Нужно его обыграть все равно либо каким-то текстом, либо, опять же, каким-нибудь образом образ ему дать. На мягких лапах сквозь века это не единственная экспозиция, которую можно посмотреть в Херсонесе. Совсем скоро Херсонесу вручат каждому желающему приглашение в театр. Сейчас мы видим как раз фотосопровождение. Несколько картинок, как раз такие с выставки, и херсонесские коты там присутствуют тоже. Расскажите, пожалуйста, об этой выставке, которая предстоит еще. Какие материалы на ней представлены, как ее собирали? Вот эта, которая посвящена приглашению в театр. Херсонес приглашения в театр действительно была задумана нами буквально полтора месяца назад. Она должна была быть приурочена к Международному дню театра, который как раз-таки был вчера. И мы решили сделать фото-выставку все-таки на мольбертах. У нас стоят сейчас на главной аллее 20 мольбертов. Мы уже делали подобную выставку, фотоаппарат Калашникова. Это продолжение в неком роде, о чем говорила Светлана Евгеньевна, продолжение проекта в рамках «Исторический ренессаж». Мы будем в течение года делать такие выставки. Стендовые, они полностью будут открыты для зрителя, и каждый зритель может ее посетить бесплатно. Театральные постановки будут проходить? Театральные постановки нет, не будут проходить, но тем не менее мы надеемся, что зрителю наша выставка тем не менее понравится. Сейчас как раз можно сказать о том, до какого дня, до какого месяца можно посмотреть выставку о кошках, и с какого дня начнет действовать выставка, посвященная театру. У кошки до 14 апреля, они примерно 3 недели будут работать, так что в любое время, если не ошибаюсь, кроме понедельника, можно будет прийти в Херсонес на первый этаж античного зала и посмотреть эту выставку. А театр у нас открывается завтра, и продолжится эта выставка до 19 апреля, поскольку далее у нас запланирована уже другая выставка. Вот как раз мы плавно и перешли к перспективам. Какая выставочная работа будет осуществляться дальше в Херсонесе Тавричество? Какие выставки еще запланированы, интересные? Пожалуйста. В этом году мы запланировали достаточно много выставок. У нас порядка 25 выставок должно быть в 2017 году. Стендовая выставка будет у нас, следующая после театра, посвящена основателю музея, Херсонского музея Костюшко Валеженчу. Мы будем также искать материалы по его раскопам, по фотографиям, по всему, что касается его жизни и его деятельности в нашем музее. Также у нас планируется ряд привозных выставок, в том числе мы в первом месяце лета приведем выставку с Москвы, с Российской Академии Художеств. Ирина, есть что добавить? Да, непосредственно фонды заняты в подготовке выставки, посвященной осветительным приборам в древности. Называется она, рабочее название «Свет ушедших эпох», и будет она, по идее, открываться в мае месяце. Там будут представлены различные светильники, начиная с эпохи античности, с 4 века до новой эры, а также светильники средневековые. В среднем у нас их собралось уже около 300. Будут представлены истории формирования различных типов светильников, а также всевозможные изображения на них. Ну и такой вот заключительный вопрос, поскольку время наше в эфире, к сожалению, завершается. Скажите, пожалуйста, лично вам, какие выставки хотелось бы подготовить каждому из вас? Может быть, есть какие-то мечты? Или мы с вас начнем? У нас была идея сделать выставку, ну это только зародилось буквально, о эмоциях в древности, как на вазописи изображаются эмоции у древних людей. А также эта выставка посвящена искусству, непосредственно музыкальный инструмент, и люди, и мифические существа, которые на них играют. Анна, ваши идеи, которые еще предстоит воплотить? Мы уже в этом году устроим выставку, которая у нас будет летом. Она будет посвящена археологам, опять же. Она будет приурочена к 15-му ангусту, и на этой выставке мы покажем историю раскопок Херсонесского музея. Большое спасибо. В Херсонесе, как всегда, есть что посмотреть. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «В контексте». Экспозиционную работу, которая ведется в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике Херсонес-Тавлическе, говорили со специалистом по учету музейных предметов Элиной Алиевой и специалистом по экспозиционно-выставочной работе Анной Катаевой. Далее в эфире вас ждет еще очень много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин